Теперь у осужденных 13-й колонии в городе Кохма есть возможность искупить вину не только перед государством, но и перед Богом. Завершено строительство храма во имя иконы «Нечаянная радость». В минувшие выходные прошло торжественное освящение. Первый камень в основании храма был заложен еще в 2011 году. С тех пор шло строительство и отделка. Руку к возведению приложили и сотрудники колонии, и спецконтингент. Людям требуется, особенно здесь, какие-то вопросы тяжелые, наболевшие выходят, намного легче, конечно. Будете ходить? Я хожу. В этой колонии поселения отбывают наказание преступники, получившие небольшие сроки – от 16 суток до 4,5 лет. За правонарушение малой и средней тяжести. Общая численность осужденных – 100 человек. Руководство колонии уверено, такие культовые сооружения играют важную роль в процессе перевоспитания преступников. И многие осужденные во время отбывания наказания действительно осознали свою вину за совершенное преступление. И это, знаете, как-то их более подталкивает к закону послушному поведению, не только в местах лишения свободы, а и после освобождения. То есть осужденные, приходя в храм, осознают тот проступ, который они совершили на свободе. Несмотря на то, что храм новый и осветили его только на днях, здесь уже успел пройти обряд крещения один из осужденных. Руководство колонии считает этот пример положительным и показательным. Если человек верующий, то это необходимо, конечно, потому что на свободе ему доступны эти вещи, а здесь, сами понимаете, ограниченное пространство. И помолиться, если человек верующий, обязательно нужно, чтобы батюшка причастил, исповедовал. Сейчас у храма два духовных наставника – отцы Савати и Виктор. В ближайшее время они выберут из спецконтингента осужденного, которого благословят на вход в алтарь. Он будет помогать при введении служб и литургии. Кандидатура уже намечена. Один из нынешних правонарушителей в прошлом жил и работал при храме. Мария Смирнова, Адрей Семьевоков, РТВ Иваново.